Здравствуйте! У микрофона Яков Кротов. И сегодня я хочу поговорить о религии. Мне хочется поговорить быстро и не в обычном разрезе, потому что я не столько говорил, что просто хоть святых выноси. Обычно, когда говорят о религии, то подчеркивают, что это слово однокоренное с латинским словом «religara» – «связывать». Эта этимология древняя, но она неверная. Она была неверной уже во времена Цицерона. Тем не менее, она закрепилась, потому что улавливает какую-то важную часть религии. Религия – понятие коллективное. И в Древнем Риме было понятие набожности, пиетос. Отсюда название знаменитой статуи Микеланджело в соборе святого Петра – «Пьета». За 2000 лет произношение чуть поменялось. То есть, когда вот так вот человек оплакивает своего ребенка, это набожность, потому что он оплакивает не потерю пенсионного фонда, а он оплакивает свою жизнь, которая вся была в этом ребенке. И он оплакивает перед Богом, не спрашивает его за что, но он в этот момент один перед Богом, и никто не подходи, и ничего мы тут человеку помочь не можем. – это обращение к Богу, это личное, глубоко внутри. Это я совершу, даже если буду абсолютно один. И в этом смысле набожность – это явление непоказное. Но и не глубоко интимное, как сейчас говорят, потому что когда говорят «глубоко в душе», это что, у меня умер ребенок, и я в глубине души буду переживать, а так я буду сидеть в кафе и мороженое кушать. Нет, глубина души, конечно, глубиной души, но глубина души – это всегда выход в какое-то поведение, выход в какой-то поступок, а вовсе не бегство в апатии внешне. Так вот, пиетас и религия. Если пиетас – это свойство каждого отдельного человека, то религия – это то, что делается вместе. И в этом смысле это коллективный акт. Может быть, религия без веры сколько угодно. И, собственно, во времена Спасителя, Господа Иисуса Христа, уже этого было предостаточно. Очень советую почитать книгу Михаила Гаспарова «Занимательная Греция». Не потому, что Гаспаров перед смертью принял крещение и так далее, а потому, что книга замечательно написана. И нашел свежий язык человек, свой собственный стиль. И он там как описывает греческие мифы, так описывает и греческий рационализм. Потому, что уже ко временам релинизма, первый век, второй, греки, большинство из них ни в каких богов особенно не верили, а все катилось по инерции, как сегодня в какой-нибудь Англии или просто потому, что, ну, как-то лучше с идеей, чем без нее, как в современной России, а может быть, в некоторых других странах также. То есть религия – это когда человек, который вполне может написать, и не таясь, что Бог – это всего-навсего сказка, тем не менее идет участвовать в жертвоприношении, участвовать в каких-то хороводах и так далее, потому что это нужно для стабильности, для поддержания гомеостаза в отдельно взятой общине. Это религия. Может быть, религия соединена с набожностью? Может, религия соединяться с верой? Да, конечно. Может, вера не соединяться с религией? Может, но это нехорошо, и это не то, что вопрос отношений слепой везет безногого. Нет, тут все значительно тоньше. И тонкость, о которой я сегодня хотел бы сказать, она вот в чем. Человек развивается на протяжении своей жизни. Вот я упомянул, что набожность – это личное свойство. Вера, тем более в современном мире, – это суперличное свойство. Это то, что вот мое и больше никого. Ну, что значит мое? Кто такой я, который это имею? Кто такой я, который верует? И оказывается, что меня-то очень мало во мне самом. Познай самого себя. Древний призыв греческой философии, надпись на одном из греческих храмов. Это ведь на самом деле неосуществимо. Что себя познавать? Сперва себя надо найти. Сперва надо собой стать. И вся наша жизнь, к сожалению, очень часто – это вереница предательства самого себя. Ну, то, что описано у Чехова в Ионыче, человек ради карьеры, денег, надежности, безопасности превращается в сухаря, который уже думает, да, в общем, уже ни о чем не думает, живет при инерции. Чего тут познавать? Познавать нечего. И это одновременно соединяется с каким-то безбрежным коллективизмом, как ни странно. То есть внутренний пустой человек, оказывается, очень цепляется за других людей. И когда мы говорим, что мир лежит во зле, это вот такое зло. Зло круговой поруки без души, круговой поруки бесчеловечности, без личности и, конечно, лжи. Мир лежит во зле. И человек рождается, он уже умеет принимать любовь, его любят. У него уже есть волевое начало – жить хочет и новорожденный владенец. И так, может быть, лет до шести-семи. Страшная воля к жизни, умение принимать любовь, огукать в ответ, но не умение любить. Когда ребенок улыбается и ластится, это инстинктивная, механическая улыбка, предназначенная, чтобы тебя не затоптали взрослые, чтобы о тебе заботились. Потому что, честное слово, иногда, когда так всю ночь ребенок кричит, потом подойдешь, а он тебе улыбнулся сразу. И уже ты как-то расплываешься и успокаиваешься. Так вот, потом человек начинает иметь любить. И в этом возрасте, как сказал один ехидный антилиберал, все социалисты, все любят все человечество. Чемно, да? А к старости, говорит, все консерваторы. Неправда. Только мертвые души консерваторы к старости. А норма для человека совершать, кроме работы по зарабатыванию денег, по кормежке себя и других, совершать огромную работу. Вот по-английски труд – это лейба. Ну, отсюда лейбористская партия. Латинский корень. Отсюда и лаборант. Мы всю жизнь должны совершать огромную работу по рождению из себя человечества, других людей и мира. В каком смысле по рождению? Мы должны их выносить, мы должны их полюбить, узнать и выбросить из себя с усилием, со стоном, со схваткой и сказать себе – их нет, я один в мире. Это то, что совершает мать, отец, когда их дети вырастают. Они же свои. Они мои. И все-таки теперь они не мои. Это посторонний человек. Это не мой мир. Я один в космосе пою. И тогда человек освобождается от любого коллективизма, от любого конформизма. Он даже не доверяет миру. Он не любит мир. Мира нет. Все. Это не мой мир. Пусть ему доверяют те, кто в нем. Я не от мира сего. И этот мир не от меня. Это очень важно. Вот тогда это не в глубине души должно быть. Вот тогда мы с верой наедине и с Богом наедине. И вы знаете, это действительно тяжелый труд, потому что это страшновато. И многие люди уходят от веры именно в эти моменты. Потому что когда-то с другими – это полегче. И тем не менее это надо сделать. И вот тогда, пройдя через это, мы выходим к людям, к нашим единоверцам. Но, как сказал бы философ, на новом витке диалектической спирали. Я уже выхожу не потому, что без них плохо, а потому, что с ними хорошо. Ангельская разница. Так вот, религия – это вера, которая прошла через конформизм, которая прошла через ученическое научение обрядам, словам и так далее, прошла насквозь, как игла, вышла и входит теперь уже не в конформизм, не в коллективизм, а в соединение с Богом и через Бога с людьми. Так что есть две разных религии. И обе надо пройти. Только одна, первая, детская, она необходима, но она не то, чтобы там рёт, но останется там, где детство души. А вторая – религия с Богом и со свободными от тебя людьми, и со своей свободой – это религия. Уверяю вас навсегда. И на самом деле это и есть райская жизнь. Всего доброго. До следующего разговора с Богом. Субтитры подогнал «Симон»